Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой! Сегодня у нас суббота. Вчера на наши телефоны пришло предупреждение. Будет переменная облачность, дождь, шквалистый ветер с градом. Как раз мы вчера были на огороде и сажали помидоры. И всё. Свернули вёсла и ушли. Пятьдесят кустов высадили, а остальное испугались. В общем, будем ждать четыре дня. И тут потом уже поздно вечером смотрим, действительно, в Ставропольском крае местами был град. Даже в Владикавказе сказали, тоже был град. Ну что, мои хорошие, что делать? Смехопанорама продолжается. Я хочу на несколько вопросов ответить. Значит, мне задают вопрос. Очень неприятная женщина. С головой не всё в порядке. Одна в сорок лет осталась с двумя детьми. Старшая дочь у меня выучилась на фельдшера и работает уже двенадцать лет на скорой помощи. Спасает жизни людям. Училась на бюджете. Закончила с отличием и с красным дипломом. На сайтах знакомств не была никогда зарегистрирована, и у меня был даже кнопочный телефон, и у меня не было интернета. Мне не было до этого. У меня была цель – дети, поднять детей и дать детям образование. Всё. Держала скотину, огород, базар, дом. Больше Нателла ничего не видела. А сейчас вам я быстренько расскажу, какой случай у нас произошёл в нашей деревне. Значит, женщина сошлась с молодым кавалером. Он был вдовец. Ну, сошлись, сошлись. Чё? Разве это плохо? Пусть одинокие люди сходятся и живут. И что? Её внучки ходили к ним в гости. И этот дедушка домогался детей. И полным ходом жил с двумя детьми. Вы понимаете, что было? Я должна была кого-то привезти домой. Вы что думаете, что у Нателлы не было поклонников и никто ко мне не подбивался? Ну, нет. У меня не было такой цели, чтобы кто-то ко мне, мужчина, зашёл во двор и косо на моих детей посмотрел. Вы что? О чём тут говорить? А второй у меня дочери, 18 лет, студентка первого курса. Мне ещё 4 года с ней топать в одном строю. 4 года нам ещё учиться. Читаем второй вопрос. Вы чё прицепились к Ольгиной семье? Вам что, заняться нечем? Кто вам дал право осуждать эту семью? Дал право мне мой дедушка, который лежит в братской могиле. Я не дам затоптать честь моего деда. Не только моего деда и ваших дедов, по-моему. У вас тоже, наверное, деды остались там за кордоном. Дай бог тем, кто вернулись, это хорошо. Но наша Уралочка ни разу не сказала спасибо деду за победу, в чьей квартире сейчас она живёт. А Нателла сама одна построила 120 квадратов дом. Понимаете? Без мигранта, без любовника, своими силами. Я уже ранее говорила, что я Уралочку смотрю полтора года. Да, я её смотрела. Ну, думаю, одинокая женщина сошла с молодым человеком. Понятно, для чего он живёт с Уралочкой. Там любой поймёт это. Ну, думаю, это её жизнь, это её дело. Какое наше дело лезти в её личную жизнь? И какое моё дело? Я сняла видеоролик. Я думаю, что они так на эту женщину въелись? Ну, и что у женщины? Лишь невестам. Зачем оскорблять на личность переходить? А потом мне пишут, мои же подписчики, Нателла, найди такой-то ролик и посмотри, что они делали в ночь 31 декабря на 1 января. Я захожу к Уралочке, уже это было где-то к обеду, никакого влога не найду. Мне написывают и мне пишут, что мы отписываемся от тебя. Ну, думаю, отписывайтесь, отписывайтесь, что я могу сделать. Значит, я не оправдала ваше доверие. Выходит так. Потом нахожу я этот ролик и смотрю. И действительно, они зигуют там. А она резаным голосом кричит. Не то, что кричит, а орёт. Ура! Ура! Что? Она хотела перекричать зиговщиков, но не получилось. Бог с ним. Потом они вышли к своим подписчикам, телезрителям, попросили прощения у людей, сказали, что это подвели наши друзья нас, и мы больше с ними не дружим. А тут, пожалуйста, теперь она уже дружит с этими друзьями и ещё и продвигает им каналы. Что? Что вы об этом скажете? Что? Значит, обман, прокол. Вы как общались, так и продолжали общаться. А теперь они в том ролике, где просили прощения и говорили, что их подвели их друзья, это вырезано. Этого уже там нет. Я пересмотрела этот ролик. А завтра они вообще удалят и скажут, что это просто выдумка этих обзорщиков. Но у некоторых обзорщиков, вот где они зиговали, доступно всем. Желающие могут посмотреть. И мне теперь написывают, типа, что вы их за спиной осуждаете. Идите к ним на канал и пишите у них там. А что я пойду туда писать, а не мой комментарий удалят? Могу у себя на канале выразить своё мнение. Так можете и вы, все желающие, я вас всех призываю, открывайте каналы и ведите свои влоги. Вам никто мешать не будет в этом. Это всем доступно. Я имею своё мнение, и вы имеете своё мнение. Насчёт зубов моих, друзья. Я там уже писала. У меня вставлены импланты, да? Им нужно прижиться. Срок им даётся три месяца. Понимаете? Ну, ещё осталось мне полтора месяца, и потом я выйду такая вся красивая зубами и буду скалить зубы. И ещё читаю комментарии, друзья, адресованные мне. Какая бессовестная. Своей жизни совсем нет. Для какого хрена вы свой нос уйёте в чужую жизнь? Совсем охренели? Бумеранг-то прилетит на голову. Высказать у них про них, а так за глаза где-то про других людей говорить гадости. По-русски это сплетни. Нет, по-русски сплетни это когда втихую там за спиной говорят. А я говорю и не прячусь нигде. Вот я перед вами, и они могут меня посмотреть. Я высказываю то, что они нам показывают. Я ничего не выдумываю. И если я читаю, я читаю комментарии. Понятно я по-русски выразилась или непонятно? И ещё деньги на этом зарабатывает я типа. Это очень мерзко. Ну, кто как может, так и зарабатывает. А теперь я вас всех, друзья мои, призываю открыть каналы, видеоролики. Пишите, показывайте свои регионы, свои рецепты, свои знания, которые у вас переполнены, и можете поделиться людьми. И будет так интересно жить, а не, закрывшись под каким-то ником, своё лицо не показывайте, а собирайте. Сплетни это как-то вот так вот, моё мнение. Я вот не могу понять тех, кто верит в неземную любовь ураки и сарафана. Все пишут про какую-то зависть. Да. Напишите, чему завидовать, друзья. А я отвечу на вот на зависть. Чему завидовать? Мне, лично мне, я за себя говорю. Неумение готовить и абсолютное отсутствие вкуса, где она добавляет в борщ, в соус, в солянку, одну и ту же приправу. Как так можно готовить? Это моё мнение. Это не вычитано нигде, друзья. Садоводы без фруктовых деревьев. Сады без садов. Помидоры сажают, а потом всё выбрасывают. Дача на болоте. Блохаст с ребёнком. Однушка со старой мебелью. И она в готовой квартире за свои, ну пусть скажем, 30 лет ничего не приобрела. Даже посуды не было у женщины. Неужели нельзя было за год хоть одну чашку купить? Ну скажите мне, голодала она? Не скажешь по ней, что она голодала? Чему завидовать? Я не пойму. И пусть маме скажет спасибо маминой квартире. Ей перепала какая-то копеечка. Всё. Всё ей досталось в этой жизни от кого-то. И опять мы говорим, что Сафар пришёл и живёт у Уралочки за её счёт. Нет. Она живёт за его счёт. Она же ничего не может сама сделать. Абсолютно. Всё блохастик делает. На даче он бегает, как кузнечик, с одной грядки на другую, как скажет Уралочка. И дома он убирается. Вот так вот. А теперь читаю комменты. Блохастику повезло. Не просто однокомнатная квартира. Гражданство, дача. Можно жить не напрягаясь. Машина. Для него Уралка норм. Не до возраста ему сейчас. А дело в том, чтобы остаться в России. Терпеть только и терпеть. Уральский сериал смотрю давно. Лишь из-за того, чем всё это закончится. Цирк нам показывает. Всё постановка. Раньше и посуды нормально не было. А теперь зазвездилась. За счёт кого? За счёт подписчиков. Над которыми всё время надсмеиваются. И ещё и пьявками называла. И смерть желала. Вот такая Уралочка у нас. Уралка и Блохаст словили минуту славы. И наслаждаются льстивыми комментами хомяков. Да, Уралочка это уникальное явление наших дней. Не женщина, а сплошная загадка. Что тут можно комментировать? Вся эта семейная парочка халявщики работать не хотят и не будут. Ничего, будем держать их в тонусе. Спасибо большое за обзор. Как Блохастик всё время за кадром смеётся. Это он над подписчиками насмеивается. Над нами. Уралка про себя не говорит, что инвалид и выпускница коррекционной школы. Наоборот, хороша чертовка. А про особенных детей своих подруг уже не в первый раз рассказывает. Это она любит. Да, противная эта Уралочка, брехушка истинная. Ольга Врушка и Торгашка. Страшно представить эту картину с этими двумя недоумками. И ещё ребёнку рассказывать, как она его отца в банке купает и веником бьёт, парит его там. А навоз Уралка заказала на обзор огородница. Из неё никакая, только видимость создаёт, один язык молотит. Но такую ерунду несёт. А Влахаст ей и наговар и наговар песенку «Ты будь рядом». Ну, конечно, Уралка. Супер! Смотрю этих фриков, как сериал. Интересно, чем всё закончится. Так, все мы ждём финалочки. И правда, много нас таких. Я тоже жду финала там. Пишут. А я от себя скажу, что ещё долго мы будем ждать. Ещё финала нет. Пока Уралочке уж ничего не поможет. Такой скудный запас слов может и правда училась в необычной школе. Почему правда там и училась? С каждым видео показывает всё больше и больше свою тупость, безграмотность, а ей уже 53 года. Конечно, Блохаст бережёт Уралочку. Если она будет двигаться для здоровья, отлично. Виноград супер. У Уралочки диабет, сахар будет зашкаливать. Блохаст всё делает для здоровья Уралочки. А она на уши развесила и думает, что это любовь. Блохаст думает, чтобы сделать хорошего, чтобы кому-то стало плохо. Да, ещё тот старатель. Все врут. Это Уралочка и Блохаст. И тут же путается в показаниях. Врут в разнобой. А когда они правду говорили, вся их жизнь построена на лжи и лицемерии. Уралочка вообще говорит, пойду саженцы полью. В результате Сафаи полил их. Лентяйка, конечно, села на таджика и ноги свесила. Он ещё тут работник. Уборку тоже он делает. Дома показывали, как он пылесосит. Но хотя Уралка ещё та частюля грязной шваброй, после полов мытья стала мыть стены той же тряпкой. Не всегда старость это мудрость. Иногда наоборот. А ещё есть вторая пословица. Мудрость к старости не приходит только у глупых людей она с рождения. Вот скажите мне, пожалуйста, почему не любят людей, которые говорят правду прям в лицо, а не за спиной. Что показывает и то, что мы видим, это обозреваем. Остальное ничего я не додумываю. Читаю комментарии, как люди пишут. Вот и всё. Мнение должно быть объективным. И надо обсуждать тему ролика, но не переходить на личность, унижать и оскорблять блогера. Вот если вам видео понравилось, пишите комментарий, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока. субтитры